Гархенах, где расположена штаб-квартира Европейской Южной, это небольшой научный городок, спутник Мюнхена. Наука начинается здесь прямо на платформе Убана. Когда идешь по аллее, слева и справа возвышаются здания исследовательских институтов с причудливыми названиями. Некоторые выпускники Института Макса Планка или Мюнхенского университета продолжают свои научные карьеры и в Европейской Южной обсерватории. Сегодня мы в гостях в Европейской Южной обсерватории в Гархенге. Нас ожидает несколько очень интересных встреч. Офис Европейской Южной чем-то напоминает Хогвартс с его волшебными лестницами, которые тут не движутся, но все равно ведут в различные интересные места – библиотеку, небольшой музей в подвальном этаже или в столовую. В вестибюле на больших экранах посетители могут увидеть портреты сотрудников обсерватории, новости, а также посмотреть информацию о проводимых сегодня семинарах и встречах по различной астрономической тематике. Кабинеты сотрудников ничем не отличаются от обычных коммерческих офисов, за одним исключением – здесь говорят о совсем странных для бизнеса вещах – звездах, галактиках, расширении Вселенной. И в гостях здесь бывают не представители торговых фирм, а коллеги-астрономы из Европы и Америки. Библиотека Европейской Южной – настоящее сокровище для любителей профессионалов астрономии. От новых поступлений оторваться невозможно. Впрочем, нам пришлось это сделать, ведь с нами согласился побеседовать сам доктор Джулискин. Идея заключается в следующем. Возьмите объект, измерьте его красное смещение с очень высокой точностью. И потом, в теории, если я измерю красное смещение того же объекта в другой момент времени, это красное смещение будет другим, поскольку за то время, пока свет путешествовал по Вселенной, она расширялась немножко по-другому, не так, как во время, когда начал путешествие первый луч света. Если взять квазар и разложить его свет на составляющие, вы увидите линии поглощения межгалактической среды, газа между галактиками. Обычно мы считаем, что пространство между галактиками пусто. Но это не так. Там есть газ. И этот газ дает множество линий поглощения, которые вы можете использовать в своих экспериментах. Итак, вы измеряете эти линии сейчас и затем 10 лет спустя. И когда вы накопите хорошую статистику, потому что у вас много линий поглощения, это сильно поможет, когда вы попробуете обнаружить это влияние на красное смещение в течение, скажем, 10 или 20 лет. И если вы сможете измерить это влияние, оно будет прямым указанием на изменение скорости расширения Вселенной. А это, в свою очередь, расскажет вам о том, из чего она состоит, сколько во Вселенной есть материи и сколько темной энергии или другой энергии экзотических типов. Возможно, вы будете использовать квазары на средних расстояниях, поскольку, как я понял, для далеких объектов свет будет слишком сильно смещен в инфракрасную область. Правильно, поэтому тип квазаров, которые нас интересуют, с красными смещениями от двух, скажем, до четырех. Если вы обратитесь к слишком большим красным смещениям, плотность межгалактического материала станет такой, что выделить отдельные линии поглощения будет невозможно. Они сольются, и вы потеряете общую чувствительность. Нужно взять относительно небольшие красные смещения. И причина тому – то, что для них ускорение расширения Вселенной становится видно. Именно то, в чем действительно заинтересованы наши сотрудники в настоящий момент. Потому что само это явление очень странное по природе. Его очень трудно объяснить в рамках современной физики. Мы совершенно уверены, что объяснение ускорения расширения Вселенной потребует новой физики, или новой теории гравитации, потому что наше понимание гравитации может быть неполным. Огромное вам спасибо. У меня на самом деле еще столько вопросов, но, к сожалению, мы должны заканчивать интервью. Спасибо вам, доктор Лиски. Пожалуйста. Я бы хотел сделать вам небольшой подарок. Это футболка с атрибутикой нашего блога. Надпись значит «Живая Вселенная». Большое спасибо. Пожалуйста. Лицо Европейской Южной, то как ее воспринимает неискушенная в науке публика во всем мире, формирует отдел популяризации деятельности обсерваторий и связи с общественностью – паблик-аутрич, директором которого является Ларс Линберг-Кристенсен. Наша телевизионная карьера началась тогда, когда 4 или 5 лет назад наступила эра высокого разрешения. В то время HD было у всех на слуху. Все этим интересовались. Мы хотели посмотреть, можно ли использовать эту волну, чтобы выйти на новую аудиторию. Тут мы обнаружили, что Apple создали iTunes Store, у которого уже была какая-то популярность. Делая хороший контент и помещая его в iTunes Store, мы могли бы очень просто приобрести большую аудиторию. Так и произошло. Конечно, нам надо было создать хороший дизайн для подкаста, найти хорошего ведущего, хорошую науку и изображение, создать отличную команду. И тогда мы начали делать Hubblecast. Трехмерная графика и анимации просто восхитительны. Передавайте привет Мартину Карнмессеру и его команде. Они делают отличную работу. И, конечно, ваш ведущий доктор Лиске, блестящий лектор и ведущий передачи. Да, он настоящий талант. Мы просмотрели много ученых до того, как нашли его. У нас, как вы говорите, очень хорошая, сработавшаяся команда. И это очень важно, поскольку сейчас мы делаем много дел. Не только Hubblecast и ISOcast. Мы делаем графику и видео для новостных пресс-релизов. В частности, у нас на следующей неделе будет фантастически интересная история. И мы работаем сейчас над графикой для нее. Насколько я знаю, трехмерная анимация различных объектов Вселенной, которые находятся очень-очень далеко от нас, ни у кого нет полного видения, как они выглядят. Поэтому создание анимации всегда вызывает много споров, как же нужно сделать, так или иначе. Можете рассказать, как это делается у вас, в вашей организации? Да, мы всегда начинаем с науки. У нас есть двое действительно отличных ученых, которые работают с нашей командой. Отталкиваясь от науки, они разрабатывают визуальную концепцию. Несколько набросков. Потом идут к дизайнерам, графике и работают с ними, чтобы визуализировать эти концепции. Эти визуализации могут быть простыми, например, для системы экзопланет, где у вас несколько небесных тел, которым нужно задать некоторые видимые характеристики и правильно разместить. Но могут быть и более трудные вещи, например, расширение Вселенной или ускорение расширения Вселенной. И вам нужно сильно думать, как же показать это правильно. Но они очень хороши в этом, поскольку в некотором смысле это дело их жизни. Думаю, что квазары показать тоже весьма трудно. Да, это так. И даже не столько потому, что их никто не видел вблизи. Смотрите, мы знаем характеристики сверхмассивной черной дыры. Мы знаем, что там есть потоки вещества, что там происходят разные неистовые явления с выделением огромных энергий в визуальном и других диапазонах длин волн. Есть понятия, и хотя ее никто не видел, мы должны придерживаться фактов, стараясь показать эти явления во всем их величии, потому что очень часто природа действительно удивляет вас тем, что вы видите. Согласен. И последний вопрос. Какие у вас планы на следующий, 2013 год? Планируете ли вы какие-нибудь большие события, вроде того, что было вчера, галлоприем? Можете ли вы приоткрыть этот секрет? Да, с удовольствием. В моем графике три больших события. Первое, и самое интересное, то, что мы медленно возвращаемся к нашему обычному рабочему циклу после проведения юбилея. в марте 2013 года у нас будет инаугурация телескопа массива ALMA, который почти закончен. будет большое событие с приглашением министров и глав государств из различных стран в Чили, чтобы показать ALMA в практически завершенном виде. Затем в ноябре 2013 года у нас 50-е годовщина подписания конвенции с Чили. Для Чили это было большое событие, поскольку положило начало сотрудничества с Европейской Южной обсерваторией, и поэтому требует надлежащего празднования. Итак, у вас просто грандиозные планы на следующий год. Я желаю вам, вашей команде и всей Европейской Южной обсерватории в целом научных успехов, а вам и вашей команде еще и успехов в области популяризации знаний. Это очень важная работа, которую вы делаете на уровне самых лучших мировых стандартов. Это совершенно замечательно. Примите мое искреннее восхищение тем, что вы делаете. Большое спасибо, Ларс. Спасибо, доктор Майкл, за ваши слова и за то, что вы зашли к нам. На этом наша короткая экскурсия в штаб-квартиру Европейской Южной обсерватории «Мекку Европейской астрономии» подошла к концу. «Чистого неба и новых тебе открытий, уважаемая Европейская Южная». Рутинная работа обсерватории время от времени прерывается сообщениями об открытиях. Это могут быть глобальные открытия, вроде ускорения расширения Вселенной, или какие-то не очень большие. Нам повезло быть в Гархинге в тот момент, когда обсерватория готовилась объявить о совершенном ими открытии – планете у ближайшей нашей соседки Альфа Центавра. У Альфа Центавра найдена планета – самая маленькая и самая близкая к нам экзопланета. Следующим по значению открытием может стать только открытие жизни в галактике. Мы все воспитанные на фантастике, теперь начинаем подозревать, что пророчества фантастов начинают сбываться. В самом деле, вот ближайшая к нам звездная система – тройная, с красным карликом Проксима, обращающимся вокруг двух звезд солнечного типа, практически один в один Солнце, только малость поменьше. Сколько было фильмов, книг, сколько научных работ, посвященных системе Альфа Центавра. Вот она, наша ближайшая соседка в галактике. Казалось, протяни руку, зажми в ладони ее планеты, на которых, само собой, уже построена внеземная цивилизация, которая только и ждет, когда ее обнаружат. Этот локоть был очень близко, только вот укусить его никак не получалось. До недавнего времени. А теперь объявлено о том, что одной из этих желтых звезд – Альфа Центавра Би, европейские астрономы с помощью 3,6-метрового телескопа Ла Силла и спектрографа Харпс обнаружили планету земного типа. Хавьер Думуски из Женевской обсерватории и Центра астрофизики в Порто, Португалия, ведущий автор статьи. Он говорит, Наши наблюдения продолжались более четырех лет и увенчались открытием крошечного, но реального сигнала от планеты, обращающейся вокруг Альфа Центавра Би с периодом 3,2 дня. Это исключительное открытие, совершенное на самом пределе чувствительности нашей техники. Планета обнаружена при помощи метода поиска крошечных колебаний звезды, вызванных ее гравитационным влиянием. Это влияние чрезвычайно мало. Планета заставляет колебаться звезду вперед-назад со скоростью, не превышающей 51 сантиметр в секунду. Альфа Центавра Би – желтая звезда, немного меньше и тусклее Солнца, а ее планета Альфа Центавра Би-Би находится на расстоянии всего 6 миллионов километров, ближе, чем Меркурий. Масса открытой планеты чуть больше земной. В общем, у нас есть полный комплект, чтобы назвать эту новость сенсацией. Ведь открытие сразу убивает двух зайцев. Во-первых, мы нашли самую маленькую планету. Во-вторых, мы нашли самую близкую к нам планету. Ближе только Юпитер. Стефан Удри из той же команды говорит, это первая планета земной массы, открытая у звезды солнечного типа. Она находится слишком близко к своей звезде и там должно быть слишком жарко, чтобы там могла быть жизнь. Но она же может быть всего лишь одной из нескольких в этой системе. Результаты Харпс и телескопа Кеплер ясно показывают, что большинство планет малой массы находятся именно в подобных системах. Хавьер Думускип заключает. Это еще один большой шаг к обнаружению планеты-близнеца Земли в непосредственном окружении Солнца. Вопрос Крик Викхам. А можно ли объяснить по-простому, почему это открытие так замечательно? Это самая близкая к нам экзопланета? У нее самая маленькая масса или она очень близка к земной? Или это комбинация всего вышеуказанного? Ответ Хавьер Думускип. Да, на текущий момент это самая близкая к нам экзопланета, поскольку ближе только Проксима. И мы знаем, что в этой системе нет экзопланет типа Горячий Юпитер. Вопрос Адам Ман. Исходя из упомянутого Грегом сближения обоих компонентов системы, как это повлияет на ваши планы наблюдений? Ответ Грег Лафлин. Когда звезды разделяют всего несколько угловых секунд, свет компонента А может засорять свет компонента Би и поэтому усложнять нашу работу. Наибольшее сближение звезд на нашем небе придется на 16-й год, а в пространстве они подойдут ближе всего друг к другу в 2035-м. Вопрос Камила Карлайл. Журнал Sky and Telescope. Точность измерений просто исключительная. Что поможет окончательно подтвердить открытие планеты и или найти других членов этой системы? Ответ Хавьер Думузки. Чтобы окончательно подтвердить это, нам нужно вдвое больше данных. А еще лучше, если получится наблюдать транзит планеты по диску звезды. Чем ближе к свету, тем труднее найти планету земной массы. Сейчас мы можем обнаружить планеты массой до четырех земных. Вопрос Доктор Майкл. Живая Вселенная. Нет ли угрозы того, что компонент А выбросит открытую вами планету за границы системы или бросит ее на компонент Б? Как вообще эта планета умудрилась выжить в такой сложной системе? Ответ Грег Лафлин. Как показывают наши симуляционные модели, система отличается великолепной, долговременной стабильностью. Компонент А находится в три раза дальше того расстояния, когда гравитация могла бы существенно влиять на всю систему. В плане гравитационной стабильности можно даже сравнить систему Альфа Центавра Би с галилеевыми спутниками Юпитера. Вы только вдумайтесь, открыта планета у ближайшей к нам звезды Альфа Центавра. Кажется, мечты фантастов становятся реальностью. Кто знает, сколько пройдет времени, пока мы откроем жизнь во Вселенной? Это все на сегодня. Полные версии интервью можно будет посмотреть на моем канале в Ютубе и на моем сайте. Я оставляю вас вместе с гостеприимным и теплым Мюнхеном. Чудеса и диковины. Передай дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!